Коллеги, рядом со мной Екатерина Богачева, Академия Мерчендайзинга, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу интересно в бой узнать о теме вашей сессии. Ну, как правило, единственная тема, которую ритейлеров в области мерчендайзинга интересует, это как сделать так, чтобы люди покупали то, чего они не хотят, и как расставить оборудование для этого, чтобы все покупатели ходили по всему магазину без мертвых зон и покупали то, зачем они не приходили. Ну, естественно, что об этом можно говорить вечно, и вот сегодня мы целый день об этом говорим. Мне как конечному покупателю хочется узнать, придумали ли все-таки этот коварный план, когда я, зайдя в магазин, абсолютно точно накуплю полную тележку товаров, которых и не планировал купить? Да, абсолютно так. Мы это придумали, и я даже коротко могу сказать, как. То есть пришли вы за планируемым батончиком, кефирчиком и сметаной, и как сделать так, чтобы вы купили что-то другое? По пути к планируемой сметане, кефиру и молоку надо расставить йогурты и разнообразные десертные продукты, потому что если вы уже положите, сможете положить в сумочку то, что вы планировали, вас десертная группа интересовать не будет. Точно так в хлебе. Прежде чем дойти до батона планируемого, вы должны встретить разные булочки, мелко штучку, кексы, пирожные. Все то, что вы не хотели покупать, но могли бы купить, потому что оно красивое, вкусное, вкусно пахнет и так далее. Но как только в сумку бы лег багет, какой-нибудь батончик, вас бы уже сразу перестали интересовать булочки, потому что вопрос кормления семьи в этом направлении уже снят. Поэтому, естественно, сначала все самое непланируемое красивое, потом планируемое за то, за чем вы пришли. И поэтому вы долго ходите по магазину, потому что мерчендайзеры вас водят по магазину, для того, чтобы вы прошли через все товары, все отделы. Мы даже не подозревали, что на самом деле, насколько сильно ваше участие в наших покупках. И хочется узнать, эта история, она уже давно длится, вот вообще искусство мерчендайзинга и вот эти психологические приемы? Да, конечно. Причем это действительно психологические приемы. То, что мы пользуемся как минимум тем моментом, что покупатель идет прямо, но поворачивает все-таки налево, потому что большинство людей правшие, у правшей шаг правой ногой длиннее, чем шаг левый. И поэтому как-то так получается, что они поворачивают налево. Физиологический аспект, естественно. Мало того, освещением можно управлять, потому что если свет холодный и там яркий, вы чувствуете одно настроение, если он теплый, яркий, блистательный, вы чувствуете другое, чувствуете больше уюта, больше себя голодным. Запах может способствовать тому, что вы купите то, что вы совсем не хотели. То, что вы есть не хотели, но услышали запах, там, не знаю, жареной курицы и свежеиспеченного хлеба. Тут же почувствовали голод и в вашу корзинку уже поплыли товары, за которыми вы не приходили. Получается, на экранах мы крутим слезливые фильмы, играет музыка медленная, грустная. И мы идем в виноводочный отдел и просто сметаем с полок вино. Все верно, кроме медленной грустной музыки, она снижает продажи. Абсолютно точно доказано и много раз проверено. Музыка должна быть веселенькая. Унц, унц, унц. Вы должны пританцовывать и идти в отдел. И этим тоже можно управлять. Причем, если перед праздником это будет еще и праздничная музыка, то праздник в вашей душе начнется раньше. Вы, возможно, перед праздником все купите, а потом еще в праздник все купите. Я, как покупатель, приходя в какие-то магазины перед Новым годом, всегда ощущал это новогоднее настроение. Музыка и думаю, какие хорошие ребята, им тоже нравится новогоднее настроение. Просто для души включают эту музыку. На самом деле не все так просто. Да, для того, чтобы Новый год в вашей жизни случился несколько раз. Потому что то вы себя побаловать красной икры с батончиком купили за три недели до Нового года, а потом еще за две недели, а потом еще к Новому году. А так, возможно, вы купили бы один раз только к новогоднему столу. Да, вопрос такой. Развивается ли мерчендайзинг? Потому что вы уже рассказали о свете, о звуке, о запахе, о, в принципе, географии поведения в лабиринтах магазина. И по факту, может быть, говорить-то больше и не о чем. Или все-таки каждый месяц, каждый год нам мерчендайзинг дарит что-то новое? Конечно, развивается и будет дальше развиваться. Потому что это еще часть какого-то нового торгового оборудования и технологий. Потому что магазин бьется над тем, что летом не хватает, например, холодильников для напитков и некуда их поставить. И вообще непонятно, что с этим делать. А производитель такой говорит, да, а я сейчас сниму полку с этого стеллажа и вместо полки охлаждаемую полку холодильник вставлю. И таким образом вы сможете еще больше продать охлажденных напитков за более дорогие деньги. Разве это не развитие мерчендайзинга? Развитие. Также там на последней выставке в Дюссельдорфе я видела холодильник, внутри которого полка мармит. То есть нагреваемая полка, на которой они там демонстративно яйца жарили. То есть получается, я могу с холодильника взять холодный напиток, охлажденный, и горячую булочку с вот этой горячей полки. Ну, чем не мерчендайзинг? Все в одном месте, все в, как это сказать, на вытянутую руку. Все очень красиво приглашающе выглядит, правильным светом подсвечено. Вы рассказали, я даже этого не видел, но я уже готов купить этот охлаждающий напиток и эту тепленькую булочку. Почти с одной полки, потому что это две полки рядом в одном устройстве. Да, это технологии. Гениально, гениально. Я надеюсь, что вас сейчас смотрят люди, которые знают, что это такое, люди, которые в курсе вашей силы. Но тот, кто не был в курсе, друзья, думаю, просто они сейчас их оторопи взяла, потому что они понимают, что большинство их покупок сделаны не их умом, а вашим. Спасибо вам за вашу работу и надеюсь, что это заставит покупателей покупать все-таки хороший, качественный продукт, а вы поможете всем ритейлерам указать в нужное место, где они лежат. Спасибо. Спасибо. Спасибо.